Всем привет, Сентин, и у нас с вами Салли вернулась, блин, то есть вернулся Салли Крам Салли, надеюсь вы не забыли про этого миленького мальчика с голубыми волосами и с косичками, вот поэтому давайте продолжим с вами, насколько я помню у нас задание с вами было найти точки правонармальной активности. Давайте поищем, я уж, блин, сто лет в него не играл, уже забыл, что тут к чему, вообще, куда и зачем. Так. Я пытаюсь найти документацию, мне, наверное, придется сломать полицейскую базу, а на это потребуется взглянуть попозже, ага. Я тебя понял, чувак. Так, а тут что у нас с комнатой? Поняли. Так, здесь он не хочет быть. Опа. Чё это было? Что? Так, здесь ничего нету. Давай, заходи. Боже, тут до сих пор воняет, я туда точно не пойду. Поняли. Ничего, он больше не реагирует, ни на чё. Окей. Так, ну, здесь я был. Так, стоять. Ничего, да, нет? Окей. Погнали тогда. Давай на... Хотя на первого, а чё там на первом? Всё равно, давай посмотрим. Так. Опа, стоять. Ничего себе ты, бабуля, дала жару. Боже, что это у тебя за дьявольская штука? Это сложно надо объяснить, если честно. Не стоит играться с вещами, которые не понимаешь. Вы в порядке? А что вообще в порядке? Точно не я. Я имел в виду... Знаю Селли, знаю. Помирать я пока не собираюсь. По крайней мере, сегодня. Так. Понятненько. Вот эту бабуль ты это да даёшь. Больше ничего? Так. А здесь? Думаю, миссис Гибсон на меня прихлопнет, если я снова её побеспокою. Понятно. Так. А чем могу помочь с Саулом? Так, понятно. Этот чувак не хочет ничего сказать мне, да? Никакой реакции, хорошо. Давай сюда. Не думаю, что тут кто-то живёт. Так. И сюда он тоже не хочет. Ну, понятно. Пойдёмте тогда на третий этаж. Или куда? В подвал, может? Блин, сейчас посмотрим. Так. Это был первый. Давай в подвал. Так. Чувак-то, может ты мне чё скажешь? Так. Ничего он мне не скажет. Вот. Опаньки, стоять. Что это? Сатанистая, мать его. Что происходит вообще? Какого? Да, вот меня тоже интересует этот вопрос. Какого вообще чёрта? Так. Ладненько. Ну-ка давай. Каком-то Лизы. Ничего нету, да? Спокойно. Так. Тут ничего нету. Так. Чувак. У тебя, может, ты чё? Так. Он наружу. Ну, давай наружу, что ли посмотрим. Чтобы, так сказать... Пятьсот раз туда-сюда не ходить. Туда-сюда не ходить. Мы... А-а-а-а-а-а-а. ... Короче, чё то вообще непонятно, чё он сказал. Вы пропадаете, плохо слышно? В России у меня нет времени чё то ля-ля-ля-ля, помнить о красном шаре. А чё вы что-то такое? Короче, хрен пойми, чё там кроме слова умереть я ничего не понял. Только я решил, что призрак ему тут такое, чтобы это не было, ну и странная у меня жизнь. Ну думаю, стоит снова сходить кто-то и узнать, нашёл ли он что-нибудь. Так, нет, подожди, кто-то мы сходим чуть попозже, тут наверное ещё же куча, наверное, этих призраков есть. Паранормальщины по-любому же ещё куча есть. Да, чувак, у тебя прямо жизнь, так секретные материалы отдыхают. Ты можешь чё скажешь-то? Так, а ну-ка, зацени. О, это тот смастерил. Слушай, очень круто прям, погоди, это что моя рация? Ой, да, ему понадобились её чести для апгрейда. Надеюсь, ты не против, я могу достать новые. Блин, ну ладно, ничего страшного. Но, надеюсь, это поможет нам разузнать побольше про призраков и моё проклятие. Согласен? Так. Погнали. Теперь давайте на третий что ли сходим, а потом уже на второй наведаемся. Так. Ну, дальше не, сперва все этажи, давайте осмотрим. Так, третий этаж. Здорово, братишка. Так. Этот чувак ничем не хочет сказать, да? Так. Понятненько. Пойдём. Пых внизу, а вроде все работает по выходным. Никого нет дома. Так. Четвёртый этаж, третий этаж бесполезен. Погнали. Четвёртый. Погнали. Четвёртый. Тут, конечно, вряд ли. Хотя хз. Может, Котеич что-то чего удумал. Много аккомнадца. Здорово, батя. Да нет вроде ничего подозрительного. Котеич, ты можешь что скажешь мне? А что ты там смотришь, дружок? А дружок какой-то боевичок смотрит я, судя по всему. Так. Его нет дома. Так. Понятно здесь ничего. Так. Давайте пятый этаж. Если на пятом этаже ничего нету, то тогда на второй этаж ктоду пойдём. что-то... Да, блин. Поклинила. Да блин. Опа. Эээээээээээээээээээээээээээ чтсто за... Ну-ка, ну тут больше ничего нет, хорошо, заперто, заперто. Ничего, подождите, ну сейчас в ванну зайдем. Ну погнали, короче, в этот, к Тодо. Так, тут какого-то квартира, то да. Чувак-то где? Странно, я не могу отыскать никаких записей о прошлых убийствах. Находится только информация про нашего общего друга Чарли, но посмотри на его фотографию в общедоступных документах. Какого... Все чудес... Чего? Чудесати и чудесати, интересно. Нигде даже в засекреченных документах нет ни слова полицейских, которые приезжали в день убийства миссис Сандерсон. Словно их тут и не было, или будто их вообще не существует. Как такое вообще возможно? Я не до конца уверен, но кое-что я все же нашел. Дело о пропаже человека от 1987 года. Меган Холмс, 7 лет. Жила в апартамент Хэдисона со своими родителями Люком и Стейси. Похоже, речь о твоей подружке сверху. Судя по всему, она и есть та дочь, о которой говорил в моей ванной Грег. Все ведь сходится, да, только вот снова странности. На следующий день после заполнения изначального отчета он был обновлен информацией о том, что девочку нашли мертвую в озере Виндиго. Она на несколько миль южнее отсюда, вместе с ее родителями. Тут говорится, что они упали в воду и утонули, когда рыбачили. Грязь оплыла или что-то типа того. Это точно она. Погоди-ка. Я уже видел этот крестик. Я уверен, когда мы с ней разговариваем, она его не надевает. Но я стопудово где-то ее видел. Ты не смог призвать ее даже с помощью приставки, но может получится, если найдешь крестик. А ведь логично звучит, при жизни у нее была какая-то связь с этим предметом. Теперь остается только вспомнить, где ж я, блин, увидел эту хреновину. А найти крестик Меган. Блин, чувак, вот ты сказал сейчас. Крестик, крестик. Блин. А так ведь и не вспомнишь. Так. Ага, вот. Бюро находит. Блин, вот честно, я же думал, теперь Ларис стопудов увидит Меган. Ладно, запускай свою штуковину, когда будешь готов. Погнали. Меган, ты вообще с нами? Это мой друг Ларри. Мы хотели бы задать тебе несколько вопросов. Привет, Салькомсали. Ёбушки-воробушки. Это не хорошее слово Ларри. Ээээ, Меган, придется тебе его... Простите, он раньше никогда не видел призраков. Ничего страшного, мой папочка тоже порой говорит плохие слова. Где ты пропадала? В смысле, я все время была тут. Я пытался до тебя достучаться. Кажется же, его не могут видеть обратную сторону. Обратную сторону? Ага, мы все тут живем, она совсем какая-то сторона, только слегка другая. Знаешь кого-нибудь по имени Грег? Ой, такое про мамочкиного друга. Мне нравится Грег, он приносит мне конфетки. Помнишь про него еще что-нибудь? Эээ, только то, что он хороший и всегда приносит конфетки. О! Еще его не любит мой папочка, но я не знаю почему. Что можешь рассказать про своих родителей? Я скучаю по мамочке, она больше не разговаривает. А папа? Папочка меня теперь пугает, а он всех пугает, но он не всегда был таким. Раньше он был таким же хорошим, как мамочка. А что произошло? Я помню, что они поссорились и он расстроился, а потом его в грусть обратилось в гнев. Помнишь свои последние дни? Не знаю, все как в тумане. Ты ходила рыбачить на озеро Виндиго? А, неа, я ни разу в жизни не была на рыбалке, но мой папочка иногда ходил с мистером Джонсоном. Постой, с Джимом Джонсоном? Ага, а как ты узнал? Он мой отец. Ой, значит наши папочки дружили? Хе-хе. Ты можешь сказать, где он? Слышала про него еще что-нибудь? Пожалуйста, я должен знать. Мне очень жаль, что ты потерял папочку, но я не знаю, где он. Я знаю только то, что мой папочка и мистер Джонсон часто рыбачили вместе. Мне жаль. Это твой крестик? Ой, да, а где вы нашли? Внизу на самом дне коробки с потерянными вещами. Этот крестик дала мне мамочка. Она была напугана и сказала, что он защитит меня от всего зла в мире. А ты знаешь, где твоя мамочка сейчас? Она в своей спальне, но она меня больше не слушает. Мне кажется, она меня даже не слышит. Как думаешь, она... Ой-ой-ой. Что такое? Папочка идет. Ему не нравится, когда я разговариваю с людьми. Мне нужно бежать. Пока-пока. Погоди, я... Вот дерьмо. Да, они обычно очень быстро смываются. Что ж, придется нам пробраться в спальню. Только вот вход в нее заколочен доском. Сможешь раздобыть там инструменты. Вообще, Дэвид одолжил моей маме лом, но так его и не вернул. Можешь сходить к нему? Я уже раз в три к нему сходил, но он всегда отмазывается. Может, тебе больше повезет. Без проблем. Спущусь на третий этаж. Посмотрю, что получится сделать. Так, ну давайте сходим к Дэвиду, узнаем, что он там вообще думает-то на эту тему. Третий этаж. Так, квартира пыха. Так, не сюда что ли? Ага. Здорово, братишка. Может, я возьму твой лом? Я б тебе отдал его, да только эта штуковина держит мою полку. Понимаешь, детвара за стеной в 301-й. Конечно, конечно, милая, но у них иногда адски шумные вечеринки. Всю стену чертовски колбасит, а из-за этого полка грохает в каждый чертов раз. Я может с ним... Чего? Если сможешь с ними перетереть, чтобы потише были, тогда я тебе ломик дам погонять. Хорошо, я поговорю с ними. Ся б сал, я б сам сделал, но у меня аж матья чистого нет. А я не надеюсь быть птицей обламинго и вечериночного кайфа других людей. Ёпта, вот как она придумывает слов. Без проблем сейчас вернусь, увидимся. Так, студенты колледжа. От наркоманами. Слышь это... Привет, Сиера, чем занята? Ой, привет, Салли Крам Салли, пытаюсь выбрать запасное занятие для сегодняшней вечеринки. У нас с друзьями свои развлечения, но что-то никак не могу определиться. Ты не против, если я взгляну на этот список? Конечно. Чё? Киноночь, видеоигры, шахматный турнир, караоке, дискуссия. Как насчет этого? О, я давненько у нас не было соревнований. Идеальный выбор для сегодняшнего вечера. Всё, что ли? Так. СиДжей. Йоу, чувак Аксал. Привет, СиДжей, чем занят? Пытаюсь подобрать музыку для сегодняшней тусовки. Не против, если взглянул? Да и без бы, чувак. Как насчет этого? Чел Далл От нее все уснут. И чё? Хас, знаешь, а в этой песне что-то есть, она по классике, такого никто не ожидает. Думаю, это то, что нужно. Привет, Зи. Как ты? Привет, Саль Крам Сали. Да, вот пытаюсь выбрать игру для сегодняшней тусовки. У меня есть книга с играми, но что-то не знаю. Могу взглянуть? Конечно. Так. Чехарда. Да, мне кажется, например, пинг-понг бы. А насчет этой игры. О, наш стол для пинг-понга ушел в лучший мир. Пару месяцев назад на него свалился старик Джимми и раздолбал дребезги. Так. Ну, давай телефон. Прямо как в начальной школе. Возможно, нам не помешает немного поностальгировать на этой тусовке. Спасибо, Сал. Думаю, все, эта вечеринка будет намного тише. Так. Здорово. Так. Я все разрулил со студентами, так что на этот раз их вечеринка будет намного спокойней. Вау, суперски. Спасибо за помощь. Сара тоже будет довольна. В прошлый раз наша своденная фотка чуть не навернулась. Надо было помочь. Ладно, секундочку, давай я тебе ломик вытащу. Вот и он, дружище. Всего хорошего. Спасибо, чувак. Спасибо. Так. Лом. Это что, четвертый этаж? Ага. Так. Воспользуйся. Давай лом. Прекрасно. Ничего себе. Миссис Андерсон. Кто ты? Меня зовут Сал. Я переехал сюда после того, как вы умерли. О, я почти ничего не помню. Лишь какие-то обрывки, будто все это было во сне. Ты не знаешь, что стало с моим Германом? Он не нашел все силы вернуться в эту комнату. Сюда приехали перевозчики и вывезли все его вещи. Он выглядел полностью опустошенным. Наверное, вы были для него всем. Я так по нему скучаю. Меня так мучает это ледяное одиночество. Если бы мы только не переехали в эту квартиру, мы бы никогда не встретили их. И Чарли никогда... О, нет. Она возвращается. Не волнуйтесь, миссис Андерсон. Уходите, прячьтесь. До свидания, Сал. Так. 504-й. Поехали в 504-й. Так. Нам. Нам сюда. Так. Давай. Страсти какие. Стейси? Ты в порядке? Какая мада мне дружелюбная? Что-то она даже ничего не сказала. Ни здрасти, ни до свидания. Так. Дыра какая-то. Сейчас мы сюда вернемся. Так куда-то уйти ты собрался, Сал? Что это? Давай полезли в дыру. В стене огромная дырень. Похоже, за ней находится еще одна комната. Забраться в жуткую дыру? Да, конечно. Давай залазь. Блин, чувствуешься охотником на привидении, блин. Стоять. Привет. Привет. Чё? Целеустремленная ведьма отчаянно жила в месте в совете, потому пробиралась все глубже в замок, чтобы пройти настоящее испытание. Вернуть книгу забытых истин. Ёпта. А, я понял тебя. Какая сложная игра-то, а? Какая сложная игра-то, а? Парас. Так, так. Прикнем. Теперь. Кopolitка. Какая сложная игра-то, Так. Так. Треб наш галень. Черт. Катерн. Так. Подожди. А, вот. Да, возьми. А, я добыл книгу по забытой правде. Теперь я достоин? Совет отметил ваш вклад сегодня. Да, засвидетельствует эта книга твое место в наших рядах. Мойнива веки веков. Да, покоряться нашему взору даже небеса и не будет для нас границ. Ибо мы есть служители господни. А сколько тут глав-то? Ёпта, восемь глав. Окей, давай. И таинственная пожилая дама в последний раз посмотрела в глаза Джима и произнесла. Если ты найдешь дверь, что можно открыть этим ключом, мы поведаем тебе все тайны вселенной. Ну, давай. Ёпта. Не надо торопиться. Я понял. Я понял. А, в смысле? А? Да в смысле? А, чё? Аа? Ёпта. Да чтоб тебя! А, серьёзно? А я думал, что она тут надо пробежать быстрей. Ок. Так, тут дверь закрыта. Тут тоже, да? В смысле? А-а-а, я думал, там эти были. Так. Ну, давай посмотрим. Такая прикольная музыка. Ах ты ж. Так, стоять. Да что ты делаешь? Так. 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 Так, ну давай сюда, такой прикольный чувак. Используй. Лёг, ты меня слышишь? Лёг? Мать его, заново. Что, черт возьми, произошло? Тот, отдай мне одно из своих изобретений, сказал, что теоретически она может уничтожить злой дух. После этого я поднялся наверх, чтобы увидеть, что с тобой всё в порядке. Хорошо, что ты решил так сделать. Так, это страшилось красными глазами, тут уже несколько десятилетий и появился до моего рождения, значит я не проклят. Ага, кто знал, что у апартаментов Эдисона такое тёмное прошлое? А я-то думал, что жизнь вместе с Чарли была стрёмной. Но, блин, это вообще какая-то чертовщина. Что ж, думаю, больше не стоит беспокоиться о демоне. Мне кажется, штука туда о нём позаботилась. Ох, что ж так, что такое? Да не всё норм, я просто подумал, раз никакого проклятия нет, это значит, что мой папа, он, ну, просто. Ой, грустняшка. Прости, Сауна, сегодня наше время вышло. Охранник бросает на меня неодобрительный взгляд. Подождите, но это ведь только часть истории. Я надеялся, что сегодня ты будешь откровенен, это ведь наша последняя встреча. Заседание суда состоится через несколько дней. Клянусь, я вам говорил правду и только правду. Правительственные заговоры, демоны, призраки, волшебная приставка, сал, это всё выдумки. Ты ведь не ждёшь, что я и правда тебе поверю. Взгляни на это с моей стороны, все ли вы улики против тебя, а то, что ты сделал, это слишком. Я знаю, как это звучит, но всё, что я рассказал, правда. Поднимитесь в домик на дереве, пожалуйста. Просто сходите туда и убедитесь сами, вы найдёте все нужные доказательства. Вот же хренов лунатика. Так, за этого чувака. Ладно, давайте на сегодня заканчивать. За этого чувака мы в следующей серии поиграем. Поэтому спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы заведомо узнавать о новых видео. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте, добавляйтесь в друзья. И всем до встречи, всем пока в новых сериях. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok